Привет, друзья! Сегодня мы расскажем вам о 10 женщинах, в существование которых трудно поверить. Их нелегкий путь, связанный с рождением и воспитанием детей, сопровождался рекордами и удивительными случаями, которые принесли им мировую известность. Махаджабина Шейх 19 сентября 2004 года в Соединенных Штатах женщина по имени Махаджабина родила ребенка весом всего 244 грамма, длиной тела всего 10 сантиметров. Ромаша, а именно так назвали современную дюймовочку, стала самым маленьким новорожденным в мире. Кроха родилась на 25-й неделе беременности мамы. Вместе с Ромашей увидела свет сестра-близнец. Ее вес при рождении составил 567 грамм. По заявлению врачей медицинского центра при Университете Лойола, которые принимали роды, обе девочки выжили. Интересно, что в возрасте 5 лет Ромаша весила всего около 15 килограмм, меньше чем 90% ее сверстниц. Валентина Васильева Самое большое в мире количество детей, рожденных одной женщиной, 69. Этот рекорд, установленный около 200 лет назад российской крестьянкой, до сих пор не удалось побить никому. Жена крестьянина шуйского уезда Федора Васильева Валентина рожала 27 раз. 16 двоин, 7 троин и 4 четверни. Выжило 67 детей, причем большинство из них дожили до зрелого возраста. В январе 2009 года американка родила 8 детей разом. Это был всего второй случай с благополучным исходом появления на свет восьмерых ребятишек сразу. 11 годами ранее подобное произошло также в США. Нужно заметить, что детишки были зачаты искусственным путем, а дома, возвращение безработной мамы-одиночки из больницы, ожидали еще 6 старших детей. Элизабет Энн Баттл Жительница Великобритании установила мировой рекорд по временной разнице между родами. Эта разница составила 41 год. Ее первый ребенок появился на свет 19 мая 1956 года, когда Элизабет было 19 лет. Второго ребенка она родила в 60. Мальчика назвали Иосиф. Хуань Юдзюнь Настоящий шок испытали врачи, обследовавшие пожилую китаянку, обратившуюся к ним с жалобами на боли в животе. Они обнаружили, что бабушка была беременна. Выяснилось, что с нерожденным ребенком внутри женщина ходила более 60 лет. Хуань Юдзюнь, которой, между прочим, уже исполнилось 92 года, впервые обратилась к врачам еще в 1948 году. Те выяснили, что, к сожалению, женщина вынашивает уже мертвый плод. Операция по извлечению плода стоила тогда примерно 200 долларов. Услышав цену, Хуань просто развернулась и ушла. Несомненно, китаянке повезло, ведь в своем далеко не нормальном состоянии она смогла вести обычную жизнь и даже продолжать работать в поле на благо родной деревни. 92-летняя женщина даже призналась, что практически никогда и ничем не болела за всю свою жизнь. И единственное, что ее беспокоило, это огромная непроходящая опухоль в животе. Летом 2000 года город в Мозамбике, где жила будущая мать, пережил крупное наводнение, превратившее его в сплошное озеро, кишащее крокодилами. Чтобы спастись, беременная Каролина была вынуждена залезть на дерево, где и оставалось несколько дней. На четвертый день отважная женщина родила дочь Розиту. Южноафриканский военный вертолет спас и мать, и дочь вскоре после этого. Чудо ребенку и маме оказали поддержку несколько благотворительных организаций. Тем не менее, Каролина до сих пор вспоминает эти четыре дня страданий. У меня не было ни еды, ни воды. Я чувствовала головокружение и боялась, что упаду в воду и утону. Мне все еще снятся кошмары о том, что Розита падает в воду, бегущую под нашими ногами, и ее уносит прочь от меня. Джеки Далленберг Американка стала суррогатной матерью для своей дочери. Узнав, что ее дочь не может по медицинским показаниям выносить ребенка, 61-летняя женщина согласилась стать суррогатной мамой будущих внуков. В 2008 году Джеки родила тройню и стала мамой и бабушкой одновременно. Но для их семьи ситуация не кажется странной, потому что Джеки сделала это, как она сама утверждает, во имя материнской любви. Лина Медина Когда в 1933 году в одну перуанскую больницу поступила девочка, которой было чуть больше пяти лет, врачи заподозрили у нее опухоль в брюшной полости, но при осмотре оказалось, что девочка на седьмом месяце беременности. Через полтора месяца на свет появился вполне здоровый ребенок весом 2,7 кг. В отчете врачей говорилось, что репродуктивная система Лины была полностью развита уже к трем годам. Ее сын родился здоровым и прожил 40 лет, после чего умер от болезни костного мозга. Кто был его отцом, выяснить так и не смогли. Джоанна Грзистанек из польского города Вроцлав была беременна тройней, но после потери одного из них из-за преждевременных родов на пятом месяце беременности, врачам пришлось положить Джоанну в почти перевернутое положение, чтобы два других ребенка смогли доноситься. Два сохранившихся малыша родились через 75 дней. Джоанна все это время лежала вверх ногами, чтобы ее дети смогли родиться здоровыми. Самоотверженная мама рассказала, что время, проведенное в таком положении, в дальнейшем повлияло на ее способность сохранять равновесие, но со временем она все же смогла вернуться к нормальной жизни. Минди Тран Выехав на своей Хонде из гаража, расположенного на первом этаже дома, 22-летняя Минди Тран из Лоуренса, штат Массачусетс, остановилась и вышла из машины, чтобы закрыть входную дверь. На заднем сидении автомобиля, пристегнутой ремнями безопасности, остались ждать свою маму две двухлетние сестры-близняшки. Запирая дверь, Тран оглянулась и увидела, как автомобиль катится по крутому спуску ее двора прямо на загруженную улицу. Ее первым порывом было остановить машину, толкая ее изо всех сил. Когда это не сработало, Минди, не мешкая ни секунды, всем телом бросилась под колеса, чтобы остановить автомобиль. Впоследствии храбрая мама рассказала, «Мне пришлось использовать себя в качестве лежачего полицейского, чтобы замедлить машину, и чтобы один из моих соседей успел залезть в нее и полностью остановить автомобиль». Злосчастная Хонда раздавила одну из ног Минди и вывихнула другую. Решительная мама, которой пришлось пройти долгое восстановление, сказала, «Я пожертвовала бы еще большим, если бы это означало сохранение жизни моих девочек. Я просто рада, что с моими детьми все в порядке». Настоящие мамы с большой буквы готовы отдать все ради детей, даже свою жизнь. Мама – самый близкий человек, единственный из всех людей, в наибольшей степени заслуживающий нашего уважения и хорошего отношения. Если вам понравилось видео, жмите палец вверх и подписывайтесь на наш канал. Спасибо за просмотр! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok